Всем привет! С вами Фриза. Сегодня мы с вами поговорим о тематическом интернет-конкурсе для фик-райтеров «Плет». Данное мероприятие проводится в фандоме SPN уже в третий раз. Особенность конкурса заключается в том, что в назначенное время независимый арбитр выдает тему, на которую авторы должны написать фик. На это им дается 81 час. Вашему вниманию предоставляется интервью с некоторыми участниками третьего забега. Сюда говорить? Я же сижу дома целыми днями. Ну, я посмотрела первые три серии и мне очень понравился Дзим. Ничего не делаю. А почему бы и нет? И смотрю сериалы. От балды. На спор. Я не собиралась в этом участке. Меня попросили. Я участвовала в прошлом году. Решила попробовать и в этом. Мне интересно, что из этого выйдет. Я не знаю. Это то, что предугадать нельзя. Но хотелось бы, чтобы полегче. Если честно, мне все равно. Я не уверена, что потяну сложную. Это же как школьное сочинение, да? Это зависит от многих факторов, в том числе и от того, кто дает тему. Я думаю, тема обязана быть сложной. Если бы это было легко, это было бы скучно. Мне все равно. Тебе дают тему, и ты по ней пишешь. Пока не знаю, но, скорее всего, это будет детективная история. Думаю, уделить внимание хронологии. Пока не знаю. Это зависит от темы. А какие есть жанры? Согласитесь, сложно написать флав, когда тема, например, окровавленный топор. Хочу копнуть глубже. Думаю, это будет романтика. Нет, конечно, все может быть не так буквально, но кто знает. Повседневность, хоррор, дарк, ангст. Выбирайте. Да, но об этом никто не знает. Да, конечно, и продолжаю этим заниматься. А мне обязательно отвечать на вопрос? Ты приходишь с работы и пишешь. Да, конечно. Пишешь. Да. Пишешь. А вы думаете, я бы стала участвовать в писательском конкурсе, если бы я раньше не писала? И мысли просто не кончаются. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Многие авторы сходят с дистанции сразу после выдачи темы и до конца доходят только самые стойкие. Вы обожаете сверхъестественное? Вы есть на дайре? Плед ждет вас! Ссылка в описании. Спасибо за внимание. До скорого! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok